Для подростков Нинецкого округа началось трудовое лето. В этом году на время летних каникул планируется трудоустроить 500 школьников и студентов. 150 из них будут трудиться в чистом городе. В свой первый рабочий день ребята отправились на лыжероллерную трассу для сбора мусора. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Саша. Саша, а что ты делаешь? Ну, прибираю стекло. А расскажи, зачем тебе это надо? Вообще, зачем ты сюда сегодня пришел? Ну, подзаработать денег. А на что ты конкретно зарабатываешь? На ноутбук. Для 14-летнего Александра Михайлова это первый опыт и удивительная возможность заработать свои первые деньги и потратить их на то, на что он захочет. Вместе с Сашей уже не в первый раз на работу пришел Евгений Ершов. Но помимо материальной составляющей, у подростка есть и другие цели. Выбираю, помогаю облагораживать лес. Здесь будут осенью проходить игры. Мы помогаем здесь облагораживаться. Такие благородные цели, как приборка и облагораживание своего города преследуют почти все ребята. Организаторы отмечают, помимо цели дать возможность подзаработать деньги, главное – это привить любовь к своему городу и пробудить желание делать его чистым и красивым. Сегодня у нас праздничный день, можно сказать. Сегодня начинается трудовая неделя нашей молодежи, школьников. У нас сегодня 50 человек. Многие из них впервые выходят на трудовую тропу, делают приятные для города. Будут заниматься озеленением, уборкой территории. Будут подавать пример старшим, как нужно бороться за наш прекрасный город арктический. Обеспечить безопасность ребят во время работы – немаловажная задача. Именно для этого в первый рабочий день ребята прослушивают вводный и первичный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в общественных местах. Сегодня у нас первый день, ребята вышли на работу, первые 50 человек. Мы сейчас прошли инструктажи, вводные и первичные инструктажи. Это то есть правила поведения на объектах благоустройства, местах общего пользования и так далее. То есть рассказали там, как себя вести необходимо, чтобы соблюдались все меры безопасности. Также познакомили с так называемыми воспитателями, которые будут курировать работу детей и которые будут следить за безопасностью детей. Стоять от них отходить не будет? Они всегда будут находиться на протяжении всех четырех человек? Постоянно будут находиться с ними, да. Также мы ребятам выдали сигнальные жилеты и перчатки для работы. И кроме этого у нас еще выданы мусорные мешки. Программа временной занятости способствует сохранению стабильной ситуации на рынке труда. Является профилактикой детской безнадзорности и правонарушений. Как и в прошлом году, каждый подросток за полный рабочий месяц получит не менее 13 тысяч рублей. Работодателям, организовавшим временные рабочие места для несовершеннолетних, будет осуществляться возмещение затрат по выплате заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и приобретение трудовых книжек для временных работников.